Новый депутат Можилиси парламента. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала депутатом Альберта Рау. До этого он работал первым заместителем министра по инвестициям и развитию. Можилиси, между тем, сегодня обсуждали внешнюю политику страны. О деятельности министерства депутатам рассказал глава МИД. Казахстан продолжает выстраивать полноценный диалог с международным сообществом. И сегодня мнение республики не просто услышано, но и где-то принято как руководство к действию. Ни одну благодарность в адрес Казахстана высказало международное сообщество за организацию переговоров по Сирии в Астане. Без них дальнейшего разговора между странами не получилось бы. Тем временем в столицу Казахстана съезжаются участники очередного раунда переговоров. Впрочем, работа по их организации не единственная, чем заняты в МИДе. Асхат Ниязов на правительственном часе с министром Кайратом Абдрахмановым узнал подробности у части республики в организации объединенных наций. Ровно 25 лет прошло со дня вступления Казахстана в организацию объединенных наций. И, как говорят сами дипломаты, это было завершение процесса мирового признания независимости республики. По этому случаю перед правчасом в кулуарах Мажелиса устроили выставку архивных документов и фотографий. Вот, например, первый представитель нашей страны в организации Акмарал Арстамбекова. А это приказ о ее назначении. Еще один бывший представитель Казахстана в ООН, а ныне министр иностранных дел, сегодня одержал ответ перед депутатами. Ведь ближайшие два года, пожалуй, самый важный период членства – Казахстан в Совете Безопасности. Ни разу, ни одной из центрально-азиатских стран не удавалось попасть в этот ключевой орган. Наш один из главных приоритетов – это достижение мира свободного от ядерного оружия. И мы максимально используем площадку Совета Безопасности для продвижения своего видения ядерного разоружения и нераспространения, в дело которого глава государства президент Марсултан Назарбаев вложил свой огромный труд. Наши дипломаты активно участвуют, например, в работе комитета по КНДР. Наверное, не нужно объяснять, что ядерно-ракетная программа этой страны является одним из наиболее серьезных вызовов миру и безопасности в наше время. Парламент Казахстана в свое время принял важный законопроект, позволяющий нашим миротворцам участвовать в соответствующих миссиях ООН. Это, кстати, тоже помогло в принятии Казахстана в Совбез. Всего с 2014 года в миссии ООН по наблюдении за референдумом в Западной Сахаре, а также в миссии в Код-де-Уаре, прошли службу 11 казахстанцев. Депутаты сегодня интересовались их судьбой. Во-первых, наши военнослужащие будут получать зарплату в трехкратном повышенном размере, обеспечены бесплатным питанием в период миротворческой деятельности. Также по возвращению бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный отпуск и выслуга лет засчитывается один месяц к полтора месяцу. Дискуссии во время правительственного часа порой помогали лучше понять и разобраться в деятельности Казахстана в ООН. Республика Казахстан председательствует в целом ряде вспомогательных комитетов Совета безопасности ООН, в частности по таким резонансным вопросам, как ИГИЛ, Аль-Каида и просьба рассказать нам кратко об этой работе. В рамках этого комитета рассматриваются конкретные вопросы. Например, имена тех, кто улечен в терроризме, пособничеству в терроризме, физические лица, юридические лица. Речь идет о таких санкциях, как ограничение передвижения, замораживание активов на международном уровне. И это только один момент в деятельности Казахстана в ООН. А в январе следующего года республика возьмет на себя председательство в Совете безопасности. Это будет кульминацией нашего непостоянного членства. Центральным вопросом председательства будет принятие определенного документа. Как отметил министр иностранных дел, это может быть резолюция Совета безопасности либо заявление по Центральной Азии и Афганистану. Асхат Ниязов, Арман Данужбаев и Ербол Даиров. Итоги дня.